Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» Её ведущая Наталья Казанцева Нам всё время что-нибудь нужно Так уж устроен человек Что же делать? Просить помощи у Бога Ведь Он дал нам жизнь Он наш любящий отец А настоящий отец радуется Когда может помочь своим детям Не так уж давно, немногим более ста лет назад Жил на свете человек Который только и делал, что просил Бога о помощи Но не для себя А для многих и многих людей Которые страдали, болели, бедствовали Они приходили к этому человеку В последней надежде А он за всех горячо молился Богу И Бог почти всегда Исполнял его просьбы Звали его отец Иоанн И был он священником в Андреевском соборе Города Кронштадта, недалеко от Петербурга О святом праведном Иоанне И рассказывает очередная книга Из серии «Жития святых» В пересказе для детей Издательство «Никея» В серии «Жития святых» в пересказе для детей Вышло уже более 30 книг На страницах которых представлены Жития святых мужчин и женщин Князей и простолюдинов Воинов и врачей Это целая палитра удивительных историй Событий и проявления Божьего промысла В судьбе каждого человека Благодаря этой серии Юные читатели познакомятся С житиями святителей Николая Чудотворца Спиридона Тремифунского И Тихона Задонского Преподобных Сергия Радонежского Серафима Саровского И Амбросия Оптинского Великого флотоводца Праведного Федора Ушакова Преподобномученицы Елизаветы И других святых Красивые иллюстрации Различных современных художников Отдельное преимущество серии Развивающее эстетическое восприятие Маленького читателя В этой книге рассказана История жизни Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Книга написана живым Понятным для малышей и школьников языком Предназначена для детей Среднего школьного возраста И прекрасно подойдет Для совместного семейного чтения И увлекательного обсуждения Прежде чем мы откроем книгу И прочитаем часть жития Которую составил современный писатель Тимофей Веронин Вспомним, что святой праведный Иоанн Ильич Сергеев Прозванный Кронштадтским Родился по старому стилю 19 октября 1829 года В бедной семье В селе Сура Архангельской губернии Думая, что он недолго проживет Родители мальчика Крестили его сразу после рождения С именем Иоанн В честь празднуемого в этот день Преподобного Иоанна Рыльского Великого Светильника Болгарской Церкви Но ребенок стал крепнуть и расти Как рассказывает автор этой книги Маленький Ваня любил огоньки лампад Отцовский голос Певший псалмы в деревенской церкви Его отец был бедным ячком И часто брал маленького сыночка С собой в храм Со всем еще малышом Ваня часто вставал на молитву Среди ночи Почти без слов глядел он на темные иконы И чувствовал рядом Бога Однажды ночной сумрак в деревенской избе Озарился внезапным светом Большая белая печь Лица спящих родителей и братьев Все было освещено чудным сиянием Но никто не проснулся А рядом с Ваней стоял светлый юноша Я твой ангел-хранитель Я всегда рядом с тобой Сказал он И стал невидим А потом Ваню отправили В духовное училище Грустно было расставаться с родным домом С любимой старинной церковью С полями Где по вечерам он часто встречал закат Начались долгие уроки А спали ребята в больших общих комнатах По 20 человек Да к тому же совершенно не давалось Ване учеба Сидит на уроке, слушает, слушает А потом спросит его учитель О чем я сейчас говорил А Ваня молчит И вспомнить ничего не может Так же и с учебником Еле-еле прочтет страничку Попытается пересказать А в памяти ничего не держится Одноклассники смеялись над ним А преподаватель даже родителям написал Что скорее всего Придется Ваню из училища забрать Стыдно было мальчику И родителей жалко Они так хотели, чтобы он в люди вышел А без учебы даже и дьячком Как отец не станешь Одно средство оставалось Молитва Вот и начал по старой привычке Ваня по ночам молиться Все ребята спят В окно луна смотрит А он на колени И молится со слезами Однажды во время такой молитвы Вдруг точно потрясло меня всего Вспоминал потом батюшка У меня точно завеса спала с глаз Как будто раскрылся ум в голове И мне ясно представился учитель Урок того дня И я вспомнил даже о чем И что он говорил И легко, радостно стало на душе Никогда я не спал так спокойно Как в эту ночь Чуть засветлело Я вскочил с постели Схватил книги И о счастье Читаю гораздо легче Понимаю все А то, что прочитал Не только все понял Но хоть сейчас и рассказать могу В классе сиделось мне уже не так, как раньше Все оставалось в памяти Дал учитель задачку по арифметике Решил И похвалили меня даже С этого-то времени Огонек молитвы Особым образом Загорелся в Ванином сердце С его теплом И семинарию легко было закончить И поступить в Петербургскую Духовную Академию Куда брали только Самых лучших семинаристов На последнем курсе Академии Он, конечно, много думал О своем будущем пути И мечтал отправиться Проповедовать христианство Язычникам На Аляску Или Алтай Но ему предложили место священника В Андреевском соборе Кронштадта Иван, лелея своей мечты Не очень-то хотел соглашаться Но все же поехал Посмотреть храм и город Сойдя с корабля Весь Кронштадт расположен на острове И увидев собор Он застыл от изумлений Несколько лет назад Иван видел этот храм во сне Именно такой Озаренный летним солнцем Сияющими крестами Ему стало ясно Бог указывает Каким путем идти А спустя несколько месяцев Уже священником Шел он в сумерках Морозного декабрьского дня Мимо низеньких Кронштадтских домов К храму, где служил Несколько пьяных мастеровых Устроили потасовку в подворотне Кто-то кричал на углу улицы А возле торговой лавки Нищие в рваных обносках Тянули руки к прохожим А те прятали свои носы Высокие воротники Он подошел к нищим Стал их расспрашивать Они сначала дичились И подозрительно смотрели На отца и Анну Но потом Стали со слезами Жаловаться на горькую долю Они еще недавно Жили в столице Но потеряли работу Стали бродяжничать Из Петербурга Их выгнали сюда Но здесь тоже работы нет И они не знают, чем жить Одно осталось Замерзнуть Вытащив из кошелька Все его содержимое И вручив несчастным Молодой священник подумал Что в свете Христовой любви Нуждаются не только Дальние народы и страны Но и крещенные русские люди Каждый день его жизни Был посвящен теперь тем Кому нужны были молитва Помощь и любовь Вставал отец Иоанн Рано-рано Часов в пять И спешил в храм Где каждое утро Он служил в литургию И причащался Он не мог без этого жить Ведь причастие Это и есть Встреча с нашим спасителем Он так любил Христа Что каждый день Хотел с ним встречаться Мы же хотим постоянно Видеть тех Кого любим После причастия Отец Иоанн Всегда был радостным И словно бы Излучал сияние Он всем сердцем чувствовал Что в чаше Сам Господь И литургия Это самое время Просить его помочь людям Ведь к отцу Иоанну Приходили тысячи писем И телеграм С просьбой о помощи Их приносили Во время службы В алтарь Что же вы думаете Он садился И читал их Нет конечно Ему пришлось бы С утра до вечера Только этим и заниматься Поэтому он клал руки На все эти послания И весь уходил в молитву Господи Ты сам знаешь Всех твоих детей Помоги им Исполни их просьбы Молился отец Иоанн И конечно Господь слышал его Причем В ту самую минуту И чудеса Случались чуть не каждый день К отцу Иоанну Не только письма писали Но и ехали Со всей России Даже в самый Обычный день В храме у него Были тысячи людей И все Хотели причащаться Ведь батюшка Всех звал к чаше А как служба Кончалась Он боковой дверцей Из алтаря выходил И быстро в карету А дальше Путь батюшки Лежал к разным Страждущим людям Которые ждали Его помощи И утешения Из повествования Этой книги Наши маленькие читатели Узнают Как однажды Один из чецов Андреевского собора Увидел во сне батюшку Который стоит на клиросе И читает Вместо него молитвы А вокруг него Словно бы еле Заметный огонь Но чем больше Отец Иоанн молится Тем сильнее Разгорается вокруг него Это пламя И наконец Весь он В ярком Огненном сиянии В таком Благодатном пламени День за днем Жил Отец Иоанн В последние месяцы Он очень болел Стал совсем слабым Но не оставлял молитвы И каждый день Служил литургию Только за 10 дней До кончины Он перестал совершать службу Силы покинули его Но причащался каждый день Только и живу Причастием Святых Таин Говорил он В тихие Предрождественские дни 1908 года Отец Иоанн Скончался Теперь он В селениях праведных Но все так же быстро Святой Отец Откликается на молитвы Всех Просящих его помощи Дорогие друзья На этом время Наши программы Подошло к концу Прощаясь с вами Я напоминаю Что новинки Православной литературы Вы можете всегда найти В церковных книжных лавках И православных библиотеках Желаю вам приятного И полезного чтения Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok